Начать бы я хотел с представления так называемой приблизительной образовательной программы КОО. Эта образовательная программа является требованием российского законодательства. Она должна формироваться учебными заведениями самостоятельно на основании так называемого федерального государственного образовательного стандарта. Каждое учебное заведение для себя конкретно подгоняет эту программу под свои возможности, под свои потребности. То есть схема такая. Мы принимаем некую общую для всех учебных заведений Русско-Православной Церкви примерную образовательную программу. Она носит достаточно общий характер, а затем каждое учебное заведение адаптирует ее для себя. Как это делать мы сейчас рассмотрим. Пока мы не будем говорить об этом проекте как об окончательном, очевидно его нужно будет дошлифовывать, дорабатывать. И вероятно следует идти таким путем, что этот пооп мы должны будем обсудить, провести через УМО, учебно-методическое отделение, которое существует на базе МГУ и представить в качестве от имени Святейшего Патриарха в качестве поопа для всех учебных заведений Русско-Православной Церкви. Сейчас мы рассмотрим основные принципы, основные черты этого поопа и может быть с вашей стороны будут какие-то замечания, которые мы сможем потом включить в окончательный вариант поопа. Федеральный государственный образовательный стандарт требует, чтобы в магистерских программах было несколько обязательных элементов. В частности, чтобы в образовательной программе присутствовало два цикла. Цикл общенаучный или общекультурный, и цикл профессиональный. В нашем случае это цикл богословских предметов. Общенаучный цикл включает в себя предметы общегуманитарного или общенаучного содержания, но с профессиональной спецификой, с богословской спецификой все же. Если мы принимаем за общее количество единиц, выделенных на магистерскую программу, 120 зачетных единиц, то из этих 120 зачетных единиц общенаучный цикл должен иметь 15 зачетных единиц, а профессиональный цикл 45 зачетных единиц. Помимо общенаучного цикла и профессионального цикла в ГОСЭМ предполагается также практика и научно-исследовательская работа. Сюда может входить работа и над диссертацией, сидений в библиотеке, работа в архивах. Далее. Существуют факультативы. Та трудовая, та нагрузка, учебная нагрузка, которую студенты получают на факультативах, не входит в общие 120 зачетных единиц. Это то, что экстра остается. Далее диссертация. На диссертацию стандартно в международных магистрских программах резервируется 30 зачетных единиц. Каждый из циклов, общенаучный цикл и профессиональный цикл имеют две категории предметов. Категории обязательные и категорию предметов по выбору. Обязательные предметы, понятно, это те, которые студент обязательно должен прослушать, обязательно должен освоить в рамках магистрской программы по выбору. Это та вариативная часть, из которой студент может выбрать для себя предметы по желанию. Сначала рассмотрим обязательные предметы общенаучного цикла. Здесь первый предмет – это информационные технологии, технологии коммуникации и управления. это скорее то, что называется communication skills, умение, навыки объясняться, изъяснять свою позицию, свои знания систематически, членораздельно, разумно и так далее. Это связано скорее со способностями личными человека излагать свои знания. Сюда могут входить элементы риторики и элементы, скажем, презентации своих изысканий, научных изысканий перед аудиторией, перед публикой и так далее. И технологии управления – это мы так красиво назвали то, что называется основами менеджмента. Может быть, это не основы менеджмента, а это скорее специальное умение организовывать научный процесс, научную работу, организовывать какие-то группы для решения определенных целей. Это универсальный предмет, который помогает человеку быть организатором. И этому блоку мы присваиваем количество единиц 5. То есть это удобно во всех отношениях. то, чтобы количество единиц присваиваемых каждому блоку, каждому модулю было кратно 5. Блок предметов, связанных с философией. Мы назвали его философией религии. Это формулировка, близкая к формулировке ГОСа. Этот блок входит в всевозможные философские дисциплины, в том числе специальные, в том числе связанные с философией религии, философией науки. И это достаточно всеядный блок. Туда может быть внесено все, что угодно по усмотрению самого учебного заведения. То есть, условно говоря, каждый из этих блоков это некий ящик. Ящик, на котором висит наклейка. Какое общее содержание должно быть у тех предметов, которые мы вкладываем в этот ящик. И в этот ящик мы можем вкладывать разные предметы. Это может быть один предмет, может быть два предмета, может быть три предмета. Но важно, чтобы они имели количество зачетных единиц в сумме пять. И важно, чтобы они тематически соответствовали названию каждого вот этого ящика. Теперь посмотрим на ящик филологических предметов. Условно мы назвали этот ящик языки. Предполагается, что на магистерском уровне в этот ящик мы не должны вкладывать предметы, которые предполагают просто изучение с элементами языка. Язык изучается на Бакалаврском уровне. Вот. Либо в рамках факультатива. В этот ящик магистерских, на магистерском уровне мы вкладываем предметы, которые связаны с приобретениями особых специальных навыков технического перевода, перевода специальной литературы богословской, например. Перевода классических христианских текстов с греческого, латинского, еврейского языков. Так дальше. Переходим к профессиональному циклу и обязательным предметам в рамках профессионального цикла. Обязательным предметом здесь является методология научного исследования в области богословия. Это единственный модуль, который обязательный в западных магистерских программах. Все остальное, в общем-то, вариативно и отдается самому учебному заведению. Здесь в рамках этого предмета, этого модуля студенты учатся проводить научные исследования, писать диссертацию. Условно говоря, их просто им рассказывают, как проводить научные исследования, как это излагать в форме диссертации и активно на это натаскивают. И этот модуль занимает пять учетов. Далее. Преподавание богословских дисциплин. Речь идет о педагогических дисциплинах. Студентов учат учить других людей. Учить на уровне кузовском уже, на уровне специальном. Но предполагается, что элементы педагогики достаточные для преподавания ОБК в школах студенты должны освоить на бакалаврском уровне. А вот на магистрском уровне они должны больше ориентироваться на преподавание богословских предметов в вузах. Далее. Современные богословские проблемы. Речь идет о систематическом богословии и об отдельных, таких актуальных проблемах систематического богословия. Это может быть современная проблематика, вся современная риторика, может быть задействована. Проблема личности в современном богословии. Далее. Нами введена такая категория, как профили магистрских программ. Речь идет о той специализации, которая была в наших и остается в наших духовных академиях. То есть это другое название или модификация того, что мы называли специализацией. Когда у нас несколько кафедр при академиях существует, предлагающих специализацию студента. Эту специализацию мы назвали профилями и этих профилей могут быть, их может быть несколько. Они могут быть в библеистической направленности, в богословской направленности. Это может быть профиль церковной истории, пастерского богословия и профиль по выбору учебного заведения. Это те направления, основные направления, которые студенту в магистратуре предлагается для определения, скажем так, основной направленности обучения студента. Говоря о профилях магистрских программ, необходимо сказать о траектории обучения студента. Это очень личная, персональная вещь. У каждого студента есть своя собственная траектория обучения. Когда он набирает для себя какое-то количество предметов, разной направленности, из этих предметов формируется его траектория. Это в западных, скажем, университетах на уровне магистрской программы траектория может формироваться вообще из самых разных предметов. Человек может взять модуль, скажем, по систематическому богословию, модуль по математическому анализу и модуль, например, по биохимии. И это все составляет его траекторию. И студент может выбрать для себя направление, основную направленность обучения, скажем, богословскую или библистическую и при этом набирать еще дополнительно себе модуль из других профилей, из других направлений. И тем самым формировать свою собственную образовательную траекторию. Это, как правило, делается под научным руководством научного консультанта, к которому студент на магистрском уровне прикреплен. Студент подходит к своему наставнику научному и говорит, вот у меня есть такие интересы, помогите мне подобрать предметы под мои интересы. Но принимать само внимание, кто какой он профиль выбрал, если он выбрал библиистику, значит, он должен в основном следовать библистике. И научный консультант ему говорит, вот ты выбрал библиистику, ты можешь, ты должен освоить обязательные предметы, освоить также некоторые предметы по выбору из библистического направления и можешь взять еще дополнительно себе вот такие предметы, например, из церковной истории или из богословия. то есть профиль это основная направленность предметов, которые должен студент освоить поступив на магистрскую программу. Далее в рамках этого профиля мы оставили свободные места модули. Мы не стали называть эти предметы, эти модули как-то конкретно. Это делает самоучебное заведение. Самоучебное заведение должно определить, какие модули будут разрабатываться, будут предлагаться студентам в рамках вот этих профилей. То есть профили стандартные, а вот модули в рамках профиля, каждого профиля, это то, что определяет самоучебное заведение. Хотел бы особое внимание ваше обратить на пастырское богословие. Есть установка патриарха на то, что студент, который хочет рукополагаться, должен обязательно пройти дополнительное специальное образование, специальную подготовку годичную после магистрской программы. Если он не прошел эту специализацию после баклавриата, после семинария, он обязан это сделать после магистратуры. То есть он должен еще дополнительно один год отучиться для того, чтобы пойти на приход. Возможно, в качестве либо альтернативы, либо для того, чтобы облегчить обучение вот на этом третьем курсе после магистратуры, следует обратить внимание на вот этот профиль, на пастырское богословие. И в этом профиле включать те предметы, которые позволят человеку готовиться к пастырскому служению. Хотел бы обратить ваше внимание на профиль по выбору учебного заведения. То есть есть обязательный профиль для всех магистратур. А есть также профили, которые само учебное заведение может для себя определить. Например, в случае общецерковной аспиратуры и докторатуры это могут быть внешнецерковные связи. Это то, что связано со спецификой учебного заведения. В каком-то учебном заведении, например, это может быть церковное искусство, пожалуйста, либо другие направленности. Эти модули студент должен освоить обязательно. Учебное заведение само, конечно, свободно определить модули. Но раз оно их определило, эти модули, каждый студент это учебное заведение обязан освоить эти модули. Это не то, что дается ему по выбору. Он обязан это сделать. Но с другой стороны остаются также модули, предметы, которые студент может выбирать. Эти предметы могут относиться и к профилям учебных заведений. Могут быть свободно определены учебным заведением. То есть здесь студент волен абсолютно выбирать то, что ему больше нравится. Это будет формировать его персональную траекторию обучения. Если на предметы по профилю обязательные для освоения каждым студентам мы выделяем 20 зачетных единиц, то для предметы по выбору из любых профилей мы определяем 10 зачетных единиц. И сейчас хотел бы показать пример, как можно было бы создать, прописать КООП для одного из учебных заведений. Я выбрал общественную аспиратуру. Как можно конкретизировать или адаптировать общий КООП к нужному конкретному учебному заведению. Вот смотрите. Значит мы, я беру один из профилей, профиль богословия. Наряду с этим профилем существуют и другие профили. Так? И в этом профиле 4 модуля, я бы вот так их сформулировал. Один модуль это православное учение у Бога воплощений, который занимает 5 зачетных единиц. Это то, что и этот модуль, он является единым, одним предметом на весь модуль. То есть это не скомпонованный, скажем, блок. Далее. Категория поста седичности в святоотеческом современном богословии. Категория свободы в святоотеческом богословии и святоотеческом богословии. Это то, что мы предварительно определили для нашей магистратуры, для магистратуры общецерковной спирантуры, как возможные модули для разработки по профилю богословия. И мы уже занимаемся разработкой этих модулей. Собственно говоря, это то, что надеемся уже со следующего года можно будет запускать в качестве модулей в общецерковной спирантуре. Здесь сейчас я хотел бы более конкретно сфокусироваться на одном магистрском модуле, показать, как можно один магистрский модуль разработать, какие требования должны быть к этому магистрскому модулю, что он в себя включает, какие элементы обязательные, какие необязательные должны быть в него включены. То есть переходим к частностям. Мы увидели, как конкретно ПОУК может работать для конкретного учебного заведения. И дальше в рамках этого конкретного учебного заведения мы рассмотрим, чем можно конкретно наполнить модуль методологии научного исследования в области условий. Этот методологический модуль может быть как целостный, так и состоять из нескольких модулей, из нескольких предметов, конкретных предметов курсов. Я бы предложил вот этот методологический блок рассматривать как составной, как состоящий из компонентов. И вот в этом методологическом блоке в рамках общецерковной аспирантуры мы разработали модуль, предмет, который называется инструменты богословского исследования. Значит, в первую очередь каждый предмет, который мы также называем модуль, он должен быть описан. Описание всякого модуля существенно важно для всякого модуля. Это визитная карточка модуля, это то, что должно быть размещено в обязательном порядке на сайте учебного заведения. Это то, благодаря чему совершается, осуществляется признание этого модуля и благодаря чему на этот модуль, например, могут приехать студенты из других учебных заведений. Они смотрят на это, описание решает, оно подходит под их траекторию, под их персональную траекторию или нет. Может ли он взять себе этот предмет и получить за него кредитные зачетные единицы, соответственно. И при поступлении магистранты, при поступлении магистратуры, они тоже смотрят на описание этого предмета и могут, если этот предмет по выбору, могут его себе выбрать или не выбрать. Но они в первую очередь смотрят на описание этого предмета на сайте, либо в буклете учебного заведения. Итак, описание, оно является очень важным, может быть, Ольга Николаевна больше скажет об этом описании. Вот я как бы сделал пример каталога учебных курсов. Единственное, что это каталог учебных курсов для всех учебных заведений Русской Православной Церкви. Общая практика такая, что каждое учебное заведение у себя публикует каталог таких курсов, магистерских программ. И мы могли бы пойти по этому же пути, но у нас существует единая система, и возможно нам следует создать общий для всех учебных заведений каталог учебных программ, магистерских программ. Это не исключает того, что каждое учебное заведение, конечно, для себя будет тоже формировать такой каталог учебных программ, и такой список будет вывешен на сайте каждого учебного заведения, но будет и общий Вот я здесь пример сайта, на котором размещены эти учебные программы, которые у нас возможны. Это реальные модули, это не фикция, это то, что мы начали уже разрабатывать в общей законной аспиратуре эти модули. И, значит, первое это инструменты богословского исследования. Вот так выглядит краткое описание, а сейчас мы перейдем к более подробному описанию этого модуля. Значит, здесь я в три колоночки разместил описание, на сайте это выглядит в виде единой пустыни. Описание содержит название учебного заведения, уровень, на котором данный предмет преподается, уровень магистратуры в данном случае. Необходимо указать, к какому циклу относится предмет, в данном случае это профессиональный цикл, и его базовая часть, то есть не вариативная, а базовая, обязательная для освоения. И указывается, что он входит в блок предметов методологии научного исследования в области богословия, то есть это компонент составного блока. Читается обязательно, нужно указать в каком учебном году, 2011-2012 год, мы надеемся, что начнем читать этот предмет уже со следующего учебного года. В течение первого семестра, и, значит, кем разработан предмет, на какой кафедре, и какая форма обучения, обученная форма обучения и язык, русский язык в данном случае. Указываем мы язык ввиду того, что мы работаем над тем, чтобы разрабатывать магистрические модули и на английском языке, для того, чтобы предлагать их иностранным студентам в правках программного обмена. Далее, краткое описание этого курса. Это как бы интессенция того, о чем будет говориться в этом курсе. И следующий элемент, это результаты обучения. Это очень важный элемент. Это фактически, верно, ключевой элемент описания магистрской программы. Это то, на что студент должен ориентироваться. То, что он для себя определяет, что он должен освоить. Какие такие компетенции, какие результаты обучения. И он смотрит, если эти результаты обучения подходят, значит это его модуль. Это его предмет. Значит, он на него подписывается. Если не подходит, значит, он на него не подписывается. Эти компетенции являются более детализированной формой общих компетенций магистрской программы. И более детализированной частью общих компетенций магистрского уровня. Для каждого уровня, мы с вами уже говорили ранее, для бакалаврского, магистрского, докторского или кандидатского уровня существуют свои общие компетенции. И вот эти компетенции каждого отдельного модуля, они должны подпадать в общие компетенции, не выходить за их рамки. И вот видите, здесь я так определяю эти компетенции. Первое, это использовать современные исследовательские инструменты для решения научных задач в области богословия. Второе, выбирать наиболее качественные и критические издания источников православного богословия с целью их использования научно-исследовательской деятельности. Третье, осуществлять поиск, отбор, обработку, интерпретацию информации и множественных источников для решения богословских задач. То есть студент, освоивший этот предмет, этот модуль должен на выходе обладать под этими компетенциями. И эти компетенции измеряются, проверяются по результатам обучения на этом модуле. Становится предметом проверки на экзамене. Далее указывается форма занятий, то есть лекции, семинарские занятия, какая самостоятельная работа в общих чертах. Далее, в рамках каждого модуля обязательно нужно определить литературу для обязательного чтения. Это неотъемлемая часть модуля. Это то, что человек должен освоить в рамках неаудиторных занятий. И за освоение литературы для обязательного чтения ему присваиваются кредитные единицы. Это обязательный элемент образовательной программы. Студент должен прочитать эти материалы. И преподаватель должен проверить, насколько студент это все прочитал. Это все делается в рамках семинаров, в рамках промежуточных опросов, в рамках промежуточных зачетов и так дальше. Но это обязательно человек должен освоить, потому что это неотъемлемая часть программы. И за это присваиваются кредитные единицы. На ряду с литературой для обязательного чтения, видите, я здесь указал то, что нужно прочитать. Здесь толстая книга, 700 страниц Лихачева, текстология. В международной практике считается, например, что 700 страниц текста, включительных студентов, студентов составляют где-то приблизительно одну кредитную единицу. То есть вот только прочитать эту книжку, если он прочитает, он уже зарабатывает одну кредитную единицу. Свою копилку из 120 тысяч текста текста. И дальше. Здесь есть оплавливые тренинги по инструментам богословского исследования. Вот нам должны пройти эти тренинги. Это не просто чтение, это еще определенная интерактивность и проверка знаний. То есть это промежуточное, вот этот ресурс предполагает также промежуточную проверку знаний. Дальше. Должен почитать несколько ресурсов из библиотеки Ельского университета. Там есть подборка прекрасная инструментов для богословского исследования. Можно это просто посмотреть. В данном случае это идет речь не о чтении книги, а об освоении онлайнного ресурса интерактивного. Но за это тоже человеку присваиваются кредитные единицы. И он прочитает еще такое руководство к проведению исследовательской работы. Видите, здесь три ресурса на английском языке. Ну, в данном случае это требования обязательных для студентов. То есть он не владеет английским языком в достаточной степени, значит он не может освоить этот метод. Это, в общем, для него проблема. И наряду с литературой для обязательного чтения обязательно составляется список литературы для дальнейшего, необязательного чтения. Если студент заинтересовался этой темой, нужно ему предложить книги, которые он может прочитать для того, чтобы получить дополнительные компетенции. Но это не входит в обязательный курикулум, не входит в обязательное чтение. Из-за этого, в общем, можно присвоить дополнительные кредитные единицы, скажем, студенту, но обычно не присваивается. Это то, что это как бы хобби студента. Ему интересовало, дальше пошло в читание. Далее. Ну вот я сказал, как и сказал, красным кругом выделено то, что очень важно подготовить, очень важно составить, и очень важно даже подсчитать, сколько страниц в конечном итоге студент должен прочитать, или какой объем материала он должен освоить в рамках литературы для обязательного чтения. Потому что это количество страниц, количество материала конвертируется в кредитные единицы. И поэтому преподаватель должен очень внимательно к этому подойти. Вот в этот список часто входят просто отдельные главы из монографии. Берется какая-то книжка, вот студенту рекомендуется прочитать книгу, но не всю книгу, а, например, отдельную главу. Здесь преподаватель указывает страницы даже, какие нужно прочитать студенту. И эти страницы приплюсовываются к общему объему чтения, тоже конвертируются в эти кредиты единицы. То есть это очень важно. Далее. Еще такую информацию нужно указать, как форма проверки результатов обучения. Форма проверки результатов обучения. Нужно указать, например, что устный экзамен, могут быть другие формы, в данном случае устный экзамен. И количество единиц, которые присылает преподаватель этому модулю. Количество единиц присылает сам преподаватель. Он определяет. Только он может оценить, какой объем усилий должен предложить студент для того, чтобы освоить вот эти компетенции, указанные в модуле. Но для того, чтобы это не было совершенно таким происходом со стороны преподавателя, преподаватель предлагает, что вот я присылаю эту модулю 3 кредитных единиц, а потом, например, ученый совет учебного заведения смотрит и определяет, да, действительно, это стоит 3 кредитных единиц, и мы утверждаем это количество единиц. А если ученый совет или научно-методический совет, как в случае, например, Московской духовной академии, посчитает, что количество кредитных единиц завышено или занижено, этот совет определяет свое количество единиц. И на сайте же можно разместить дополнительные материалы, которые студенту должны быть доступны для самостоятельной работы, для самостоятельного освоения. У нас здесь гиперограммная ссылка на этот материал. Его можно скачать из сети, с сайта университета, и студент может с этим ознакомиться. Далее, все эти, все это описание, вот эти все важные компоненты описания, они должны быть представлены и на русском, и на английском языке обязательно. То есть, если мы налаживаем международное сотрудничество, то это описание должно быть обязательно и на английском языке. Но для каждой магистрской программы необходимо подготовить, очевидно, какой-то контент. Это уже остается на усмотрении преподавателя, самого преподавателя. И самого учебного заведения, которое требует той или иной формы контента, скажем, дополнительных материалов, распечаток, программы курса, списка, скажем, каких-то материалов, которые будут раздаваться студентам и так далее. То есть, любые формы здесь произвольные. Какие формы контента, это решает само учебное заведение вместе с преподавателем.